Я чрезвычайно благодарен Петербургу и за эту возможность побывать здесь, выступить перед Вами. Все, чем я занимаюсь, все, чем занимались мы в российском поле помощи, это все вообще подберег тому, что Вы только что слышали. Мы это поняли, правда. Все подберег. Мы поняли. Да, я хотел просто для тех, кто не в курсе представлен, потому что мы люди камерные, мы газетчики, на трибунах мы редко бываем, и, скажем прямо, не особо приглашают, а то вот, может и правильно делают. Да, так вот, существуем, это 14 лет этот проект существует, он в 96-м году начался, это абсолютно журналистом был проект. Мы стартовали с одной мысли в 96-м году, у нас отвратительно чистые руки, деньги через нас не ходят. Потом деньги через нас пошли, руки стали, как у всех. Словом, знаете, за 14 лет мы сделали, собрали больше 40 миллионов долларов, причем, если постоянно совершенствуя свою структуру и помня о том, против чего сегодня вот сейчас выступал Джон, о формате помню. Потому что формат, следование формату, рамки, в которых ты сидишь, и есть то главное, что позволяет тебе эволюционизировать, как это ни странно, что позволяет тебе изменяться. Почему? Потому что газета, она всегда имеет дело с самым консервативным на свете человеком, с читателем. Попробуйте изменить шрифт в газете, шрифт, не тексты, шрифт, да, и вы получите вообще резкий спад продаж, да, только из-за того, что вы шрифты поменяли. Да, и это будет продолжаться месяца два. Коммерсант дважды это переживал, это, уверяю вас, было очень несладко. Но делать это надо, да, делать это надо, время в время. Да, так вот, что интересно, вот эти изменения, которые мы постоянно у себя делаем в рамках жесткого формата, да, они позволили нам только в последние три года из тех сорока миллионов, которые мы сделали за 14 лет, собрать 23 миллиона за последние три. Так, чтобы было понятно, как мы следуем своему формату. Да, значит, я должен сказать, что, не знаю, присутствует ли здесь, но заявлен был здесь Вячеслав Бахмин, вот, это человек, который когда-то работал в фонде Сороса, в московском, и который в 2000 году предложил нам сделать то же самое, что мы делаем в интернете. Вот, я был самый большой противник этого дела, но начальство коммерсанта, которому я рассказал о предложении Бахмина, оно как-то странно поддержало. Да, в результате мы получили грант от Сороса, да, и создали сайт русфонд.ру, да, который последние, с 2008 года, стабильно дает порядка 5 миллионов долларов в год, он собирает. Это та же схема, что и газетная, это тот же печатный фондрайзинг, да, но, скажем, в отличие от нашей газетной работы, от газеты коммерсанта, он постоянно наращивает объемы. А в газете мы, в отличие от сайта, два года уже неизменный объем, 2,5 миллиона, и больше мы вот не уходим никуда. Да, это означает, в 2002 году когда-то я сказал, что русфонд достиг своей вершины, собрав 716 тысяч долларов за год. Да, да, и другой американец, Стивен Сомник, который представлял фонд Форда в России, вот, который фонд Форда тоже поучаствовал в создании нашего сайта, в самом деле грант просто нам дали, идеи все наши были, и работа наша была, грант они дали нам. Огромные деньги по тем временам, 40 тысяч баксов, по-моему, да, вот, значит, на создание сайта, и мы его сделали. А теперь он дает 5 миллионов долларов в год, вот. И, значит, тогда Стивен мне сказал, ну, слушай, ну, 700 тысяч в России, это, конечно, здорово, но у нас в Америке говорят, что если ты не делаешь миллион, ну, вроде как-то не очень серьезно. Да, а ты слабо сделать миллион? Я говорю, не слабо, но задачи не было просто вот так. То есть, теперь-то я понимаю, что Стивен сделал великое для меня дело, он заставил меня считать, он заставил меня планировать сборы. То есть, в сущности, это была революция, вот тут, да, хотя внешне ничего, формат тоже в газете оставался. Этот формат уже 10 лет у нас не меняется, это страница, которая выходит в России теперь дважды в месяц, с этого, с начала этого года теперь ровно такая-то страница под грифом «Украинский фонд помощи» выходит в Киевском коммерсанте. Да, и в Киевском коммерсанте мы, используя строгий российский формат, да, вышли, к счастью, уже на сборы в месяц 24 тысяч долларов. Это очень мало, если учитывать, что в России в этом году мы вышли на сбор 33 тысячи долларов в один рабочий день. Да, мы миллион рублей собираем в день. Я пять лет мечтал об этом, и вот мы планово шли, и мы пришли к этому, и в этом году мы это делали. Да, вот, на самом деле, если в пятом году в Лондоне, вот, Оля Алексеевна не даст соврать, мы там вместе были, да, выступали, там она была правильная, я случайно там был совершенно, и там дали мне 7 минут выступать, да, значит, И я им сказал, ребята, лучше нас в России нет никого, сказал я. Потом выдержал паузу и добавил, хуже нас тоже нет, вообще никого нет. Ну, спандрайзеры, по сути дела, мы только одни, серьезные, да. Это было вот летом пятого года, а теперь мы можем сказать, что у нас десятки прекрасных фондов, да, и созданы системы, и мы костерим свое законодательство по благотворительности, и совершенно справедливо, имея в виду блестящие там британские и американские образцы законодательства, да, но мы только одно не должны забывать, да, что на будущий год мы будем всем миром праздновать 400-летие первого в мире закона о благотворительности, который был принят в Британии, да, в 601 году, да, вот. А мы всего там какие-то 15-20 лет занимаемся, да, вот. Но все равно мы костерим свое законодательство, и совершенно справедливо, но когда я приехал на Украину и увидел, как там у них все происходит, я понял, что мы почти американцы в Киеве, вот, с нашим русским законодательством, я имею в виду, да, то есть все в сравнении, понимаете, вот. Но Украина тоже сейчас сильно начинает двигаться вперед, просто здорово сильно. Вот, значит, понимаете, мне тут сказали, надо рассказать, поделиться рецептами, вот я сейчас буду говорить совершенно страшные вещи, я глубоко убежден, что никаких рецептов в принципе нет, вот. Вот, понимаете, вот, если мы с вами возьмем, и есть правила, есть приемы, да, есть, вот мы у себя, значит, я для себя сделал там 10 заповедей Рукспонда, да, вот, это то, что, скорее всего, как 10 заповедей, да, что-то нельзя делать, и тогда все получится. Вот, что-то нельзя делать, да, и тогда все выйдет. Так вот, если мы, вот, чтобы проиллюстрируется эту мысль, да, есть, если в 2008 году мы были лучшие в России по части сборов, по объемам сборов, да, то мы уже в 2009 году не были лучшими. Я не знаю, у нас как-то надолго это, да, но я ожидал, что нас отгонят, потому что печатный фондрайзинг – это все-таки узкие рамки. Мы замкнуты в одной формате, именно это происходит, да, и появился фонд «Подари жизнь», который обошел нас по объему, да, но мы же все знаем, что такое фонд «Подари жизнь». Мы все знаем, что это Чулпан Хаматова, да, на самом деле это великая Галя Чаликова, которая все это создала. Это тот человек, который является мотором всего, а Хаматова, блестящий человек, Хаматова, да, она лицо. Вот, а мотор – это Галина Чаликова. Если мы возьмем, значит, «Downside Up», да, это просто восхитительная Ирина Меженина, которой я завидую просто от страшной силы, я всем завидую. Вот, значит, если мы возьмем «Линию жизни», да, то это Фаина Захарова, да, понимаете, то есть есть правила игры, и есть личности, которые создают этот самый фондрайзинговый проект, да. И если мы поизучаем каждый фондрайзинговый проект, российский, конечно, я ничего другого не знаю, да, российский проект, то мы увидим, что кругом люди, в общем-то, придерживаясь одних и тех же правил, создают абсолютно свое оригинальное. Вот, а дальше, в принципе, мне, честно, вот, выложи, значит, схему работы и четкую формулу выложить, да, вот как это все делается, и мы все это воспроизведем в «Коммерсанте Украины». Да, да, и я, ну, знаете, я ему вот с удовольствием просто припомнил слова Бернарда Шоу, да, когда он говорил, разумеется, финансисту воображение не обязательно, но не до такой же степени вообще-то, да. Ну, да, что значит формулу, какую формулу, да, нет этих формул, но, тем не менее, есть правила некие игры, значит, и я вот хотел сейчас о них сказать то, что делаем мы. Микрофон. Да, да. Это вообще, эти заповеди лично для меня и вообще не для кого более, да, вот мы, это письменный, печатный, газетный фандрайзинг, и он совсем, все это может не распространяться никуда, а может распространяться, я не знаю. Скажу, эти вещи, все, которые я исповедую, они все, в сущности, газетные правила. Ну, например, есть железный газетный лозунг «Все лучшее в номер». Да, вот у вас может быть много различных интересных историй, которые можно опубликовать, да, ну, вот, извиняюсь, я не сказал с самого начала, что все, что мы делаем, это мы публикуем истории. Мы публикуем истории на своей странице в определенном порядке, в определенных стандартах, с определенными ценами, по определенным диагнозам, да, и это все отдельно все, да, это там много стандартов. Зайдите к нам на сайт, у нас там на сайте есть вот такие вот отчеты за девятый год, это, ну, мы называем хроники девятого года, да, вот. Мой заместитель Аня Железнова сделал это все, вот она здесь сидит, сделал наш интернет-директор, вот она все это привезла сюда, если кому-то надо, и у нас тут 10 экземпляров, 10 таких. Вы можете посмотреть, там детали, да, но вот на самом деле может быть куча историй и важных, и нужных, и это все детские болезни, это все смертельные детские болезни, да, или с тяжелыми последствиями, да, и вообще каждому надо пожалеть, да, ребенка, да, но это надо все забыть, потому что для газеты, знаете, как американцы говорят, нет новостей, а хорошей новости, потому что настоящая новость, это скандал, это интрига, это обязательно что-то разрушилось, это нефть в мексиканском зоне, вот, и каждый день сколько там отсосали, вот, это нефть. То есть, понимаете, это все, что угодно, кроме, кроме как неблагости. Когда у нас в первые годы на заре развития благотворительности в России говорили, почему газеты не публикуют, значит, наши сообщения о том, кто сколько чем кому подарил, вот, это была большая ошибка с самого начала рассчитывать, что пресса будет это публиковать, не будет, это неинтересно. Да, это неинтересно, потому что пресса это товар, вот, она, пресса торгует, вот, поэтому надо продавать. Так вот, тогда выбирайте самую интересную историю, самую интересную историю для публикации, тогда все будет работать. Второе, мы исходим из того, что мы не фонд помощи бедным, несчастным, сирным богам. Мы фонд помощи богатым. Мы фонд помощи богатым. Мы фонд помощи отчитателям, состоятельным и сострадательным людям, у которых есть деньги, которые и помогают, на самом деле. Когда мы начинали в 96-м году, я не знал ни слова фондрайзинг, ни слова стейкхолдера, там, целевая аудитория, ничего мы этого не знали. Да, и фондрайзинга не было. И вообще был, если и был, был не фондрайзинг, а фондрейзинг. Да, это потом он стал фондрайзингом по-русски. И мы исходим из того, что наш читатель хочет помогать. Мы исходим из того, что миллионы людей в России хотят жертвовать. И останавливает их только одно, боязнь остаться в дураках. Да, вот ты отдал, а они не попали, эти деньги. А они не сработали, они неэффективны. Значит, вся твоя задача состоит в том, чтобы снять эту опасность. Сними эту боязнь и миллионы твои. Вот, собственно, всего. Идем дальше. Есть сейчас одно такое непрезентабельное. Немецкий кто-то знает, да? Некоторые. Некоторые, да. Так вот, есть такое слово шайзинг. Да, да, да. Я сидел, это я сейчас скажу, это в обратных связях. Это о том, что когда ты пишешь, да, ты думай о читателе, а не о больном ребенке. Ты думай, а не о себе, о каком-то такой-то талантливый журналист. Да, ты думай о больном ребенке. Кстати, сюда меня просили пригласить Валерия Памешкина, который у нас. Одно из главных перьев. Да, он не смог приехать. И я извиняюсь за него, у него сегодня день рождения. Просто он дома. А так мы его первым по 5-й день рог в месяц гоняем. Да, так вот. Я был в Нью-Йорке, сидел с русскими-американцами. И меня познакомили с одной семьей русских-американцев. Ну, они русские, этнические русские, а не американцы. Да, и выпили, естественно. И дама сказала мне, что она долгое время работала в Германии. Да, я, значит, не вполне трезвый, заявил ей, что я в этой Германии тоже жил. Значит, вы где, говорю, были? Она говорит, в Берлине. Я говорю, да, в ГДР? Так я тоже вот три года с автоматиком бегал, значит, там в армии, служил в группе советских войск в Германии, в пехоте. Да, и она говорит, язык освоили. Я говорю, да, две фразы, хальцурюк и хальцахверден шифр. И только она посмотрела на меня и сказала, шайцин. Я говорю, чего-чего? Ну, словом, это отделаться называется. В переводе. Да, так, это я мягко сказал. Да, вот. Я говорю, почему? Я не понял. Да, а как-то они быстро собрались и ушли. Да, и я, понимаете, и только потом, да, и я своим-то друзьям-американцам говорю, слушайте, а что произошло? А она говорит, не просто в Берлине работала, она в ЦРУ работала. Да, понимаете? Я же понимаю, она все еще воюет. Она все еще воюет, да. И когда я там, значит, сказал, что я там советский солдат, автоматом, оккупант собакала, да, значит, был в этой самой ГДР, а они были тем же самым, что и мы там. Да, да, и, значит, для нее это полное об обратных связях, ребята. Когда вы пишете, вы думаете о том, как вас воспримут, да, вы можете все, что угодно хотеть, но это никому не интересно, если это неинтересно читать, если ему это не надо. Ну, вот простой тезис, будь прозрачен и не ври, потому что вранье в газете, оно моментально вообще раскусает и говорит нечего. Следующий, мы не Робин Гуды, вот это точно. Тут у нас даже книжку издали, там, «Стрелы Робин Гуда», там, о том, как там, вот, благотворительностью правильно заниматься, да. По-моему, это просто, ну, абсолютно неверно, мягко говоря, вот, потому что на самом деле все ровно наоборот, все ровно наоборот. Вот, это совместные дары, да. Когда я в Америке в 2004 году услышал это выражение «Матчин Кирс», да, то мне ужасно понравилась сама идея, и мы быстро придумали русскую версию, которая, ну, никак не похожа на американскую и международную. Вот, это версия, ну, можете зайти на сайте посмотреть, да, то есть эта версия, она в сущности маркетинговый ход, когда вы, товар стоит не 100 долларов, а 99.99, да. Вот, и когда вы находите постоянного донора, который в каждой публикации на определенную тему, ну, как он сам выбирает, снижает цену проблемы, да, и оставляет остальным читателям цену спасения значительно меньшую, чем та, которая назначена врачом, да, это позволяет в разы увеличивать количество доноров, это позволяет в разы, понимаете, когда мы сначала, если обычно это было до 10 человек, закрывали одного ребенка, да, а потом стал до 50, а потом стал до 100 человек участвовать, да, а через года два мы узнали о еще одном, оказывается, существующем маркетинговом ходе, который мы здесь же и применили. Этот ход называется имиджевая страховка, то есть, когда мы пишем, что компания М-Видео или компания Ренова или компания Транстелеком вложили треть стоимости лечения, то маленькие, малые доноры, которые дают 10 рублей, там, 100 рублей, в связи с интернетом и с введением электронных платежей, они стали это все, их появилось так много теперь, да, и мы спрашиваем у них, почему вы, ребята, не боитесь? Вкладывать такие деньги, вы не боитесь, что деньги ваши повиснут, но мы их не украдем, чтобы по 100 рублей собрать 200 тысяч рублей, ну, понимаете, да, вы даете 100, а надо 200 тысяч, да, и когда нам стали отвечать, что нам боятся, компания Транстелеком не боится же давать треть, хотя у вас с них договор на столько тысяч долларов на год, а она оплачивает только 70 тысяч рублей, 75 тысяч, там, 2,5 тысячи долларов вкладывает на ребеночка, да, А она же не боится, почему мы должны бояться? И мне хороший человек, хозяин им видео сказал, так это же имя же вы страховка, это я своим участием, своим именем страхую твои сделки с маленькими донорами. Вот что на самом деле происходит. Следующая позиция, не думай, не решай за читателем. Читатель такой, какой он есть, не пытайся его учить, а не научишь, ничего из этого не выйдет. Понимаете, однажды мы занимались, был такой период, значит, покупали раздвижные, самораздвижные, так называемые, эндопротезы американские для, при саркоме бедра, там, вырезают коленный сустав и вставляют этот эндопротез, и он стоил там порядка 32 тысяч, в Европе немецких евро, 32 тысячи евро, в Германии он стоил, в Америке он стоил порядка 28 тысяч долларов, но дело не в этом, западные компании ничего без предоплаты не дают в России, правильно делают. Вот, но, и мы 4 года уже работали, и вдруг мне звонит хирург, а я, кстати, это был здесь на белых ночах в Андрайзинге, и меня ловит хирург, значит, и говорит с коширки в Москве, срочно надо девочке делать операцию, я говорю, погоди, мы же ее не опубликовали, и денег-то нет, да, но американцы уже изготовили эндопротез. Как? Ну, вы 4 года даете деньги, стабильно, они вам верят, они взяли и сделали. Да, и я звоню Панюшкину, говорю, ну что, немедленно, давай, значит, публикуем заметку, что, значит, вот какие мы молодцы, и, значит, да, и надо собрать вот деньги хотя бы, потому что протез уже готов. Мы опубликовали, и мы 10 тысяч рублей не собрали, потому что на самом деле это было уже не спасение ребенка, а возврат долгой родителей, потому что протез-то готов. И надо теперь родители должны, а кто должен? Никто, родители. Вот, значит, тут у меня много чего еще есть, вот, мне уже сказали, что осталось 3 минуты, а теперь я хочу сказать то, что мы с Ириной Мишениной вынашивали в прошлом году, и что, к сожалению, ничего не получилось. Я хочу вот что сказать. Ребята, куча проблем. Проблемы налогового законодательства для фондрайзеров. Ведь все, что делается в России, ну, мы его материм, это нашу думу, это эти законопроекты, мы материм, да, но ведь это делается для фондов и данных на самом деле. А те 20%, которые нам там записали, которые мы можем брать на администрирование, это же не работающие практически 20%. То есть все пользуются, но все до поры до времени, пока налоговики всерьез не взялись за нас. Потому что при адресном фондрайзинге, которым мы занимаемся, вообще-то 20% взять невозможно. Да, значит, есть проблема, просто жуткая, это проблема волонтеров. Это прекрасное движение, которое в Америке давно уже превратилось в частных фондрайзеров. Они плачут налоги, ребята, они работают с конкретными фондами. Понимаете, да? А у нас, я знаю, просто конкретных людей, которые собирают миллионы долларов и нигде не работают. Понимаете, да? И это завтра может вылиться в жуткую проблему. Я вот о чем говорю. Надо создавать ассоциацию профессиональных фондрайзеров в России. Должен быть орган, который будет выступать за наши интересы, который будет представлять наши интересы во власти, в обществе. Да, без этого, ну просто мы доросли до этого. Понимаете? Мы доросли, надо это делать. Спасибо.